приветствую антон болтик и дима полтава в базе миротворец что это досадная ошибка либо же попытка закрыть адвокатом рот с этим вопросом мы будем разбираться и разбираясь с ним мы должны для себя уяснить а что такое база миротворец как туда попадают люди и какое влияние на жизнь человека с точки зрения закона может оказать его нахождение в базе миротворец перед тем как рассматривать эти вопросы хочу сделать небольшой такой камин аут я являюсь поклонником творчества так сказать и антона и димы еще с далеких до к видных времен когда они занимались вопросами защиты водителей прав водителей до в общении с полицией я всегда смотрел эти видео с удовольствием по одной простой причине приятно смотреть как работают профессионалы и для меня критерием профессионализма было не только вот то что они там делают да как они выступают как они общаются с полицией а это что они говорят с точки зрения закона и я как адвокат могу сказать что то что говорит дима то что говорит антон это все то что соответствует и действующему законодательству и судебной практике и я думаю многие из вас уже собственно говоря наверно на собственном опыте с успели проверить их профессионализм но сейчас речь не об этом сейчас речь о том что они оказались в базе миротворец и данное видео я снимаю с той целью чтобы знаете вот пояснить людям картину вот как она есть чтобы люди правильно воспринимали те события которые происходят в нашей жизни и правильно не с точки зрения моей конечно же позиции да а с точки зрения закона с точки зрения некой объективной реальности так что же такое база миротворец вот давайте разбираться и как я уже говорил что мы будем разбираться не с моей точки зрения мы будем разбираться с точки зрения объективной реальности а кто может рассказать о базе миротворец лучше чем сам сайт миротворец вот давайте мы на него перейдем и посмотрим что же они о себе там пишут и вот сейчас мы находимся с вами на сайте миротворец вы видите во мне боксе их адрес то есть вы можете сами зайти проверить что это тот самый сайт что я ничего не придумываю на этом сайте мы заходим вот в раздел про центр и видим что они о себе пишу да как они себя представляют и вот что мы здесь пишем центр миротворец и незалежную недержавную организацию створеною группой ученик журналістов и специалистов с питанием дослежения ознак злочиней против национальной безопасности украины мира безпеки людства и международного правопорядка которые занимаются творческой науковой и журналистской деятельностью за информационной поддержкой центру миротворец было створено одноименный сайт який также есть не незалежным не державным зми засобом массовый массовой информации вот что такое сайт миротворец что такое вот эта база миротворец и обращаю ваше внимание что они подчеркивают сами же в описание своего центра да вот красно выделено е незалежную не державную организации то есть сайт миротворец не является государственным сайтом не является государственным реестром а это значит что что он является частным реестром а что это значит а это значит что каждый из нас в принципе может зарегистрировать сайт я думаю что вы все знаете что сделать сайт это совсем недорого да то есть ты берешь там покупаешь хостинг покупаешь название сайта обходится тебе это где-нибудь там в 10 20 долларов и собственно говоря все вот у тебя уже есть сайт после этого ты говоришь что ты будешь вносить на свой сайт людей которые по твоему мнению являются преступниками и вот таким образом по сути и попадают люди в сайт на сайт миротворец при этом я никоим образом не хочу умолить до уменьшить их значение потому что действительно мы знаем что сайт миротворец знает организация достаточно серьезная за сайтом кроется вот этот центр миротворец там сидят люди которые занимаются тоже профессионально этим вопросом и они вот оценивают деятельность тех либо иных людей с точки зрения интересов украины и люди которые есть на этом сайте если зайти посмотреть да там действительно вообще вот сомнений нет что там есть масса людей которые действительно работают против интересов украины либо работали вот ну там есть часть людей которые уже не работает вследствие того что там спецслужбы например их ликвидировали там есть люди которые информация о которых внесена каким образом там есть решение суда и на сайте миротворец вы тоже можете найти вы видите что есть решение суда где человека там обвинили уже суд признал его виновным и на сайте соответствующая информация и в этом плане вообще вопрос не вопросов никаких не возникает но надо понимать что это не наша история дима болтава и антон болтик попали туда не потому что где то есть решение суда которым их признали виновными нет таких решений суда вот просто их нет но они оказались на этом сайте а как же они там оказались а по сути исходя из того что говорит о себе сайта какие цели они декларируют как они описывают свою работу получается следующее что специалисты этого центра оценивают деятельность человека и вот они решили что этот человек совершил преступление что в его действиях есть признаки преступления и они вносят него на сайт но это же получается что в принципе вы можете сделать такой сайт и сказать что ну я считаю что вот в действиях этого человека есть признаки преступления и добавить и вот на этот сайт я могу такой сайт сделать ну кто угодно может этот сайт сделать и нужно понимать что да не все мы являемся специалистами в сфере уголовного права и предположительно предположительно люди которые работают работают в центре миротворец они являются специалистами но каким бы профессионалом человек не был каждый профессионал может ошибаться ну нет людей которые не ошибаются ну не существует такого и и мне думается что и дима полтава и антон болтик оказались на этом сайте просто по ошибке просто потому что какой-то человек который представляет собой команду центра миротворец вот решил по каким-то своим критериям что они там действительно как-то влияют на мобилизацию противодействуют законной деятельности зсу но друзья если мы посмотрим видео и димы и антона то мы увидим что эти люди занимаются правозащитной деятельностью эти люди лишь показывают какие права у человека есть соответствии с законами все эти законы принимает не дима принимает не антон они лишь показывают то что принято верховной радой то что принято кому и никоим образом нельзя сказать что использование законом защита прав человека пояснение человеку его прав это противодействие засу тем более они ведут еще и волонтерскую деятельность постоянно собирают деньги на засуги там достаточно солидные суммы которые далеко не каждый блогер может собрать вообще они собирают и передают эти деньги на засуги и говорит что они противодействуют таким образом законной деятельности засуну ну мне кажется что это мягко говоря неправильно ну и последнее что касается того какую какие последствия для жизни человека может оказать вот попадание в этот сайт попадание в эту базу без точки зрения закона никаких вот просто никаких стоит миротворец это частный сайт это что кто-то решил что человек совершил преступление но это не значит что государственные органы должны там что-то из этого сделать что их там не будут выпускать за границу какие-то ограничения внутри страны будут нет подводя итог на мой взгляд не антон болтик не дима полтава не занимаются деятельностью которая препятствует деятельностью засу они занимаются лишь правозащитной право просветительской работой и защищают права человека и в их деятельности вот в тех видео которые там они выкладывают ну нет там состава преступления и мне очень хотелось бы чтобы центр миротворец еще раз обратил на это внимание да вот реально подошли может более серьезно и убрали эту информацию со своего сайта потому что все равно это влияет на репутацию наших правозащитников до наших героев вот и но это неправильно ну мне думается что это неправильно и было бы хорошо если бы они вот все таки привлекли там может каких-то какие-то дополнительные силы дополнительные ресурсы чтобы разобраться и убрать и диму полтава и антона болтика со своего сайта на этом у меня все я вам желаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока